Приветствую вас! Первое, на что хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что ваша дочь вам доверяет, там что-то рассказывает какие-то вещи, а значит, между вами есть контакт, и это, в принципе, очень здорово. Второе, осуждать кого-либо, значит, не принимать человека таким, как он есть. Осуждать кого-либо, значит, ставить себя выше этого человека. Осуждать кого-либо, значит, пытаться выставить себя в более значимой позиции, в более высокой позиции, в более выгодной позиции. Я думаю, что оценивать здесь нужно только исходя из того, есть вред или нет вреда вам и вашей дочери. Поскольку никакого вреда вашей дочери нет, то, соответственно, можно говорить о том, что это никак не влияет ни на вас, ни на неё. А вот то, что вы её осуждаете, то есть хотели, чтобы она поступала по-другому, это уже ваши желания и какие-то ваши собственные потребности, с которыми вам самой можно разобраться. Далее, вы говорите о том, что, значит, эээ, значит, так, вы говорите о том, что нужно разнять драку, помочь подстрадавшему и подать на помощь. Эээ, всё это заключается в том, что, эээ, мне слабо представляется, как девочка должна разнимать эээ, дерущихся мальчиков. А вам? Эээ, помогать пострадавшему. Понимаете, в драке нет пострадавших. То есть, как бы, это не избиение, это драка. В драке всегда виноваты оба. Чтобы помогать, эээ, помогать тем, кто дрался, нужно быть с этими мальчиками друзья, ну, друзьями. Просто так, помогать, эээ, мальчикам, это, ну, в современном мире, в современной школе, это просто не оценят и не поймут. Только остается позвать на помощь, что драка была на уроке, и я не очень понимаю, помощь кого эээ, нужно было звать. Так как учитель был на уроке, и другие ученики тоже были. Вот. Эээ, дальше вы пишите. Хотя, может, конечно, я не брал автор этой ситуации. Эээ, дочь у меня с детства была борцом за правду. Ну, эээ, борец за правду, это, я так полагаю, эээ, своего рода, эээ, контр-сценарий, эээ, лжи. То есть, вероятно, дочь считает, что слишком много лжи вокруг. Рад она борется за правду. Вот и ответьте себе на вопрос, откуда она могла к этому прийти. Как она могла прийти? К этому. К тому, что много вокруг лжи. И, самое главное, как это задело вас. То есть, вот вы говорите, что вы никогда не понимали людей, которые снимают какое-то происшествие для того, чтобы принять участие. Эээ, значит, а что именно вам не понятно в этом? Ведь по факту, эээ, сня, 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 тот, кто снимает происшествие, по сути дела, эээ, как бы, ну, имеет на руках доказательства, чтобы потом иметь дело с реальными фактами, что и является проявлением того, что дочь борется за правду. Что именно вас задевает в этой ситуации? Что именно вас задевает? Социальная активность проявляется в том числе и в этом. Если бы дочь находилась бы ближе, если бы дочь была участником происшествия, она бы в нем, в нем, эээ, безусловно, участие приняла. Да, но если дочь находится далеко, и если драка была непосредственно при, не непосредственно при ней, а в отдалении, то к Дергущимся, естественно, сразу поспешили те, кто были ближе. А зачем еще дочери толкаться-то? То есть, вот, эээ, мне кажется, что у вашего осуждения есть личностные основы, личностные какие-то корни, потому что, ну, это право вашей дочери поступать так. И то, что вы не понимаете людей, которые снимают происшествия, вы, скорее всего, не вникаете в детали. Но то, что вы не обсуждаете дочери, это говорит о ваших ожиданиях по отношению к дочери. И вот, ожидания по отношению к дочери, они, как раз таки, являются следствием ваших собственных желаний, которые, скорее всего, не удовлетворены. Вот. И, на которые нужно обратить внимание, с целью удовлетворить. То есть, подкорректировать ваше поведение. Что касается того, как реагировать, то, я бы на вашем месте спросил бы у дочери, чего она хотела, с какой целью она засняла все происходящее, то есть, что она хотела этим добиться, какая у нее была цель. И потом просто высказать свое мнение, ваше мнение, что, по-вашему, там, ну, как бы, целесообразнее поступать по-другому. Но именно мнение, а не директиву. Потому что дочь уже подросток, и на любую критику будет реагировать достаточно негативно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо.